Здравствуйте, дорогие друзья! События за событием потрясают мир. И мы сегодня опять свидетели того, что происходит на Ближнем Востоке, стало быть, в Израиле. И не можем это оставить просто так, без внимания. И сегодня очень многие люди молятся и действуют это от сердца, желая добра и блага людям, оказавшимся в самых непростых обстоятельствах. Это все признаки последнего времени, и для нас это не новость. Но с другой стороны, это живые люди, о которых мы молимся и хотим, чтобы каждый из них, он был защищен и сохранен Богом. Опять же, проникая в Божье Слово, хочу прочитать сейчас текст описания, который вроде бы как написан очень давно, но для нас имеет актуальность сегодня, и для Израиля в том числе. Это в книге 2-й, про Липоменон, 15-й главе, обращение пророка. «Тогда на Азарию сына Дедова сошел Дух Божий, и вышел он навстречу Асе, и сказал ему, послушайте меня, Аса, и весь Иуда и Лениамин. Господь с вами, когда вы с ним. Если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас. Многие дни Израиль будет без Бога истинного и без священника, учащего без закона. Но когда он обратится в тесноте своей Господу, Богу Израилеву, и взыщет его, он даст им найти себя». Я хочу молиться вместе с вами именно об этой ситуации, чтобы каждый человек, находящийся сейчас в Израиле, взыскал Господа всем своим сердцем. Потому что Бог обещает дать найти себя. И тогда ограда будет восстанавливаться, и тогда люди, о которых мы ходатайствами молимся, будут защищены. Потому что Бог не проспал ситуацию. Он точно знает, что происходит и по какой причине. И нам молитвы наши строить на наших условиях не получится. Нам надо понимать, что есть у Бога, как предложение, как ожидание. И исходя из этого, не просто молиться, но и преображаться, меняться. И поэтому всякий, кто в защите лица его, он найдет, и милость Господня, она будет проявлена. Я хочу, чтобы мы сегодня с вами объединились в этой молитве. Благословляли людей, находящихся сейчас в заложниках, находящихся в отрыве от друг друга, если это дети, родители, либо молодежь. И пусть в это время сердце каждого начнет звать к Богу так, как никогда раньше. И отставят идолов, отставят кумиров, оставят все то, что на самом деле несет проблемы в жизни людей. Окультизм или то, что называется сегодня в современности однополые отношения. Вот за все это я хочу вместе с Даниилом каяться, потому что Даниил тогда, может быть, не знал таких проблем, как сегодня, но он принял ответственность за народ и мог молиться и говорить, Господи, на наших лицах стыд. И вот тогда, когда мы молимся и понимаем, что у Бога вся правда, а у нас ожидание его милости, и через это приходит тот результат, который дает Бог, а не людям. И тогда сверхъестественное его участие во всех процессах, которые сейчас проходят там, будет очевидно для всего мира. И зная такого Бога, который никогда не опаздывает, а у нас есть возможность объединиться в молитве, в искренней молитве, в глубокой молитве и в сострадательном состоянии принести покаяние, и заместительное в том числе. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы ожидаем сейчас Твоего прихода в эту землю. Мы ожидаем приход небес туда, где в Тебе нуждаются. И потому, Господи, яви себя сам, яви свое могущество, как никогда раньше. Ты уже делал это с Израилем неоднократно, но в то же время Ты сказал, я оградил его, насадил как благородную лозу, но почему нет плода, который я жду? И поэтому, Господи, если тот плод, который Ты ожидал и не дождался, пусть сейчас милость Твоя будет в том, чтобы пришло прозрение на глаза, чтобы уши стали слышать Твой голос и не идти за иными богами, предложениями или состояниями общества в современном мире. Ты знаешь, Боже, что происходит в этой стране сегодня. Ты знаешь политику, Ты знаешь простых людей, Ты знаешь людей бизнеса, людей культуры, людей, которые являются домохозяйками, и у них есть тоже необходимость иметь отношения с Тобой. И поэтому я приглашаю сейчас именно эту природу, жажду по Тебе, потому что Ты на жаждущее обещал изливать. И пусть, Господь, на эту жажду придет небесный ответ, придут небесные источники, открытые от престола славы Твоей и прольются на землю Израиля. Мы молимся сейчас и за Палестину, чтобы Ты там усмирил, успокоил и защитил тех, кто оказался беззащитным, как дети, как женщины. И поэтому, Господь, мы молимся о людях, мы взываем Тебе и говорим, милость Твоя, она всегда имеет способность превозноситься над судом и обновляется каждое утро. И поэтому я благословляю сейчас Тебя среди нас, я благословляю Тебя там, в Израиле. Я молюсь о том, чтобы Твое благословение, которое приходит и обогащает, и печали не приносит, оно и злилось на эту землю. А людям, дай Боже, прозрение воззвать к Тебе. Ведь Ты даешь зрение очам, Ты даешь слух ушам, и потому Ты сказал «Шма Израиль». И вот на самом деле, да услышит Израиль, что Господь Бог есть Господь Единый и будет поклоняться только Тебе. И я благословляю благодати Твоей прийти туда, и тех ангелов, которые сегодня сражаются там, укрепи. И дай Господь нам услышать добрый слух о том, что заложники выпущены, дети с родителями соединены, и милость Твоя проявилась в том, чтобы мирное небо опять было над Израилем. Я благодарю Тебя, что у нас есть право молиться в молитве согласия, и мы это делаем. Во имя Иисуса Христа мы творим это вместе. И пусть Господь сердца всех людей в Израиле будут открыты для принятия Иисуса Христа. Пусть Господь и это чудо произойдет. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляем, молимся и ожидаем чудес. Всего доброго.